Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Как город будет жить на следующей неделе? Работу детских садов и общественного транспорта обсудили на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса. Пенсионеров без выплат не оставят. Пенсионный фонд России переходит на новый формат работы. Опыт страны, которая побеждает коронавирус. Эксклюзивное интервью самарцев из Китая специально для нашего телеканала. В Самаре выписали первого заболевшего коронавирусом. Он был одним из 14 зараженных в регионе на сегодняшний день, по информации Роспотребнадзора. Заведующая инфекционным отделением Самарской больницы рассказала, что пациент успешно прошел 14-дневный курс лечения. Сейчас он может находиться в обществе без каких-либо ограничений. Чего не скажешь об остальных жителях области. На время недельных каникул, объявленных президентом, в Самаре будут работать дежурные группы в детских садах для детей, чьи родители вынуждены работать. Кроме того, отрегулировано движение общественного транспорта. Об этом стало известно на заседании городского штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Какие еще решения были приняты, расскажет Лариса Шалафаст. В Самаре усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничивается проведение театральных, развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. На время приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, аквапарков, детских развлекательных центров и заведений досуга с массовым скоплением людей. На заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции стало известно о корректировке графика работы общественного транспорта. Мы абсолютно понимаем четко задачу, значит, минимизировать контакты наших граждан. Существует в связи с тем, что мы и школьников, и студентов, и пенсионеров в настоящий момент просим воздержаться от поездок. Поэтому, значит, движение общественного транспорта точно так же является фактором, ограничивающим эти перемещения. Поэтому, исходя из кладающего пассажиропотока, мы выпускаем необходимое количество общественного транспорта на улицу городского округа. Но общественного транспорта достаточно. Все потребности, существующие наши граждане, мы удовлетворяем. Еще одно решение для детей, чьи родители будут задействованы на рабочих местах во время предстоящей выходной недели, откроют дежурные группы в детских садах. Родители, которые будут задействованы на своих рабочих местах, это работники банков, учреждениями здравоохранения, государственные муниципальные служащие, работники магазинов, не должны волноваться. Для всех детей, чьи родители относятся к данной категории, будет организована работа дежурных групп в детских садах. До 14 апреля пожилым людям в возрасте от 65 лет и старше, и тем, у кого есть хронические заболевания, не следует выходить без надобности из дома. За пенсионерами, которым нужна помощь, в быту закреплены соцработники. Для одиноких и пожилых людей, справляющихся без посторонней помощи, действует круглосуточная горячая линия, по которой можно обратиться к волонтерам. Они купят продукты, медикаменты, оплатят коммунальные услуги. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. С понедельника пенсионный фонд переходит на работу только по предварительной записи. Как можно попасть на прием и как отразятся вынужденные меры безопасности на работе ведомства, выяснила Мария Левина. Уже 17 лет Ирина Останкова работает с самарцами в клиентской службе пенсионного фонда. Наладить личный контакт рассказывает очень важно. К каждому обратившемуся требуется индивидуальный подход. С понедельника работа пенсионного фонда немного изменится. Чтобы обезопасить своих клиентов, ведомство переходит на работу только по предварительной записи. Однако оставленными без внимания самарцы себя не почувствуют, обещают эксперты. Сложнее будет работать. Но мы понимаем, что наша организация – это одна из социально значимых организаций. И без помощи оставить пожилых людей и людей предпенсионного возраста мы не можем. Но мы предприняли, в общем-то, все необходимые меры предосторожности. То есть наши специалисты снабжены и средствами индивидуальной защиты, и клиентскую службу мы убираем не реже трех раз в день дезинфицирующими средствами. Поэтому мы считаем, что мы защищены сами, и мы постарались защитить наших посетителей тоже. Предварительно записаться на прием можно несколькими способами. Через официальный сайт или мобильное приложение ведомства, либо позвонив по номеру телефона, указанному на экране. Многие услуги можно получить и вовсе не выходя из дома через портал госуслуг. В связи с переходом всей страны со следующей недели на карантин, многие беспокоятся о порядке выплат. Волноваться не стоит. Все начисления пенсионного фонда будут поступать на личные счета без опозданий. У нас уже практически готовы все выплатные документы на апрель месяц. И также, если это вдруг продлится, также будет организовано и следующие месяцы. На выплате пенсии это не скажется. В апреле пенсионный фонд выплатит деньги участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Финансовую поддержку к 75-летней годовщине Победы в Самарской области получат свыше 20 тысяч человек. Участники войны могут рассчитывать на выплату в размере 75 тысяч рублей, а труженики тыла – 50 тысяч. Деньги поступят вместе с апрельской пенсией. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин. Отдельное внимание в своем обращении он уделил семьям с правом на материнский капитал. Начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Порядок этих выплат пока разрабатывается. Получить деньги семьи смогут, написав заявление, которое можно подать дистанционно через сайт пенсионного фонда. Мария Левна, Василий Калдашов. События. Управление социальной защиты региона переходит на дистанционное обслуживание населения. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. Выплата ранее назначенных пособий будет продлеваться без обращения граждан и без дополнительного подтверждения нуждаемости. Это относится к выплатам, назначенным в соответствии с региональным законодательством. Ежемесячное пособие на ребенка, пособие на питание ребенка, социальное пособие, компенсация части родительской платы, пособие на ребенка в студенческой семье в 2020 году. Прием граждан, в том числе впервые претендующих на какие-либо меры соцподдержки, желающих получить консультацию, будет производиться по предварительной записи. Все меры социальной поддержки Самарской области предоставляются в электронном виде. По каждой мере социальной поддержки, законам и регламентами предусмотрена возможность принятия заявлений в электронном виде. Через портал государственных услуг, через сайт Супрема нашего министерства мы принимаем и готовы в большем объеме принимать заявления в электронном виде. Когда вся страна уходит на карантин, позитив можно подчеркнуть, следя за теми странами, которые сумели преодолеть эту сложную ситуацию. Пока это только Китай. Там уже 8 лет работает жительница Самары Наталья Карпушина. Она преподает в университете, поэтому до сих пор находится на карантине. Наталья утверждает, что от заражения коронавирусом ее спасло то, что она всегда ходила в маске. И вот что еще она рассказала о том, что происходит в Поднебесной в эти дни. У нас, в принципе, все уже спокойно. Почти возвращаемся к обычной жизни. Конечно, университеты пока на карантине, но многие офисы, магазины, рестораны, бары, они постепенно открываются. Сами школы и университеты, они еще закрыты. И пока сидят на карантине. И откроются, скорее всего, в последнюю очередь. Конечно, всех сейчас, кто приезжает, особенно из стран опасных, заселяют отдельные такие специальные отели и на карантин. Они, конечно же, встречают с полицией и медицинским персоналом, потому что, чтобы не было никаких проблем с заражением. Всех селят отдельно, за всеми следят. Например, вот у меня подруга с дочкой прилетела, и их тоже поселили отдельно. Все, кто находится на карантине, у них вешают даже специальные датчики и отслеживают, чтобы они не нарушали этот карантин. Друг вот из Канады прилетел, вернее, прилетит, и мы уже повесили около квартиры датчика, и все, буду за ним следить. Очень сложно, конечно, по прилету проходить проверку. Она длится очень долго, до 12 часов. Иногда бывает так, что, например, подруга летела из Водовостока, потом в Москву, Пекин, до Шанхая. И это все было в течение трое суток. В Пекине долго проверяли. Соответственно, она опоздала на рейс до Шанхая. Пришлось здесь селиться, опять же, в специальный отель. Билет ей поменяли бесплатно, но жить в отеле пришлось за свои деньги. То есть это где-то 200 юаней за сутки. И плюс еще оплачивать еду. Это где-то около 50 юаней. Ну, а так в целом, конечно, уже получше. Люди на улице появляются. Все начинают работать. Соцработник спешит на помощь. Из-за превышенного эпидемического порога по гриппу ОРВИ пожилым людям в Самаре рекомендуют без особой необходимости из дома не выходить. Какую помощь оказывают пенсионерам соцработники, узнала наша съемочная группа. Социальный работник Ирина Низамова спешит к своим подопечным. Она для семьи Ануфриевых сейчас главный снабженец. Регулярно приносит продукты. Как только появилась информация о новой коронавирусной инфекции, пожилые люди решили без особой необходимости из дома не выходить. Тем более, что такой помощник рядом. Соцработник прекрасно помогает нам. Все, что нам надо, только она знает, когда ходить. А если нам что-то еще надо, я еще звоню ей. Она всегда придет, всегда все сделает, все надо. Мы очень ей довольны. При каждом визите социальный работник соблюдает все меры безопасности и напоминает о важности профилактики. Я прихожу, я, конечно, сразу иду мыть руки, маску одеваю, шлепки. И я им еще раз все напоминаю. Сразу открываю окна, проветриваюсь. Мы идем в другую комнату, мы беседуем, я спрашиваю о здоровье. Также социальный работник следит за состоянием здоровья, замеряет температуру и давление. Если пожилым людям необходима помощь, вызывает врача на дом. Елена Малютина, Лариса Шеллафаст, События. Жители Самары стали массово закрывать вклады в банках после объявления о том, что с процентных доходов по вкладам будет взиматься налог. Такую ситуацию, считают банкиры, спровоцировало отсутствие пояснений к новым налоговым мерам. Президент Владимир Путин во время своего телевизионного обращения в минувшую среду предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы граждан с банковских вкладов. Но речь шла о вкладах, сумма которых превышает миллион рублей. Глава государства подчеркнул, что в других странах такая практика действует уже давно. При этом министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что данные нововведения не коснутся процентных доходов за текущий год. В первый раз уведомления о необходимости уплаты налогов будут произведены в 2022 году по процентным доходам за 2021. Как отметил министр финансов, налог не будет затрагивать изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курса валют. С 27 марта по 5 апреля все парки Самары будут закрыты для посещения. Работа всех аттракционов и торговых точек на территории парков прекращается. Об этом сообщает МАО «Парки Самары». От 30 до 100 тысяч заплатят самарцы за фейковую, то есть недостоверную информацию о коронавирусе. К примеру, на прошлой неделе в соцсетях появилась информация о первой погибшей от коронавируса женщине в Самаре, что не соответствует действительности. Областная полиция призывает горожан быть бдительными и ориентироваться только на официальные источники информации. Вынужденные каникулы можно провести с пользой в этом уверены самарские знаменитости. К примеру, актриса театра «Самарт» Мария Феофанова планирует больше времени проводить с детьми и освоить несколько новых рецептов. Сейчас непростое время. Но я предлагаю не впадать в отчаяние, не переживать, не накручивать себя, а настроиться на волну хорошего настроения и позитива. Воспользуйтесь этим временем, проведите его с родными и близкими. Приготовьте какой-нибудь вкусный блюдо. Лимонный пирог! Например, лимонный пирог, как мы. Прочитайте книгу, которую давно хотели прочесть и не успевали в суете. Да просто поиграйте со своими детьми в настольные игры. Да, или в конструктор. Ну и самое главное, просто улыбайтесь друг другу, наслаждайтесь этим весенним солнцем, который светит за окном. И верьте, что все обязательно наладится и будет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. А всех театралов я поздравляю с Международным Днем Театра. Мама, я! Днем театра! Министерство просвещения России из-за коронавируса решило перенести сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, а государственные экзамены для учащихся 9 классов с 9 июня, рассказали в Минпросвещении РФ. До этого начало основного этапа ЕГЭ назначили на 25 мая. Досрочный этап должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля, а дополнительный с 4 по 22 сентября. Начало основного этапа сдачи ОГЭ был назначен на 22 мая. Сегодня день войск Национальной гвардии Российской Федерации. К профессиональному празднику сотрудник пресс-службы Антон Ивойлов записал песню из старого советского фильма «Внимание всем постам» и сделал на нее клип. Антон посвятил песню всем коллегам в погонах, которые охраняют покои людей вне зависимости от ведомственной принадлежности. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям. Без несчастья прожить каждый рад бы, Хорошо б без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, Вы не надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди, Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, Как и всем нам бывает порой. Уже в этом году одну из площадок в Струковском саду украсит скульптура знаменитого военного композитора Ильи Шатрова. Музыкант, автор всемирно известного «Голубого вальса», пролил в Самаре около 20 лет. Монумент, увековечивающий его память, появится уже ко дню города. Глава Самары Елена Лапушкина и депутат Государственной думы Александр Хинштейн определились с точным местом воздвижения. О решении и о будущем памятнике расскажет Мария Левина. Струковский сад, или струкачи, как в народе называют этот парк самарцы, это любимое место отдыха горожан. После недавней реконструкции здесь стало еще приятнее проводить время. А в этом году появится памятник, посвященный военному композитору Илье Шатрову. История написания знаменитого на весь мир вальса Шатрова какое-то время была полна загадок. Споры о том, в каком городе композитор его написал, не утихают и ныне. В Самарской губернии Илья Шатров прожил 20 лет, но потом уехал жить в Сибирь. До самой смерти он дирижировал военным оркестром. Но проявил себя Илья Шатров не только как композитор. Он принимал участие в боях. Идею установки памятника Шатрову в Самаре обсуждают с 2014 года. Если мы говорим о военных маршах и вальсах, о военно-оркестровом деле, то на память сразу приходят три музыкальных произведения, которые давно уже вошли в отечественную и мировую классику. Это «Прощание славянки», это «Насопах Манжури» и это «Амурские волны». И, конечно же, обладая таким огромным культурным потенциалом, прошлым, таким пластом, мы не можем это не использовать. Сегодня уже точно решено новому монументу в Струковском саду быть. Памятник воздвигнут за счет частных средств. Чтобы выбрать достойное место, Струковский сад проинспектировали глава Самары Елена Лапушкина и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Вариантов пока несколько. Для каждого составлен свой план-чертеж. Но беседку решили оставить для свадебных фотосессий, а фигуру композитора определить в другое место. Монумент Ильи Шатрова украсит площадку с качелями неподалеку от входа со стороны улицы Вилоновская. Летом именно здесь вальсируют пары. До 5 апреля продлится конкурс на поиск проектировщиков. В конце июня должны определиться с окончательным проектом. Возможно, рядом с памятником будет звучать музыка. Или же его украсит подсветка. Установить скульптуры хотят уже ко дню города в этом году. Мария Левина, Константин Головин, Максим Гусев. События. Отклеивают рекламу и моют стекла. Самарские остановочные павильоны приводят в порядок после зимы. В городе продолжается месячник по благоустройству. Наша съемочная группа увидела, как работают коммунальные службы. Ежедневно 5 бригад специалистов Самары Информресурса выходят, чтобы приводить в порядок остановки общественного транспорта. Павильоны, за которые отвечают учреждения, располагаются по всему городу. И каждую надо очистить от незаконно наклеенной рекламы и помыть специальным раствором. Такой влажной уборке остановки подвергаются до 4 раз в месяц, в зависимости от погоды и количества пассажиров, ожидающих транспорт. Есть неблагоприятные условия после дождя, грязь, слякоть. Многие остановочные павильоны расположены вдоль проезжей части, поэтому более сильно загрязняются. Также в местах большого скопления людей активно оклеиваются объявлениями. Там приходится делать дополнительную очистку. Самара Информресурс отвечает за 452 городские остановки. Остальные находятся в зоне ответственности ТТУ и разных рекламных компаний, которые арендуют павильоны для размещения своих материалов. Им также нужно содержать их в чистоте. Ответственные каждый месяц передают в департамент городского хозяйства график уборки остановок, и специалисты департамента проверяют выполнение работы. Недобросовестных владельцев ждет штраф. У владельцев остановочных павильонов имеется обязанность, они обязаны содержать свои рекламные конструкции в виде остановочных павильонов в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, согласно действующим договорам. Кроме того, во время месячника по благоустройству специалисты Самары Информресурса подкрашивают металлические конструкции остановок, меняют поврежденные стекла и ремонтируют лавочки, если это необходимо. Администрация Самары призывает горожан не портить облик города и размещать частные объявления на специальных информационных стендах. Их более 700 штук. Они расположены по всей территории города. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Российский союз автостраховщиков приостановит выдачу полисов ОСАГО с 1 апреля. Такая информация разошлась на просторах интернета. Стревоженные жители региона обратились к нам в редакцию за разъяснением. Насколько это достоверна информация, расскажет Елена Малютина. Иван Прученко за рулем 14 лет. Приехал в Самару из Крыма, чтобы купить машину. Теперь в срочном порядке оформляет полис ОСАГО. Говорит, обычно он приобретает его через интернет, как и 80% жителей его региона. Сейчас хочет скорее вернуться домой, поэтому обратился в страховую компанию. Это быстро, мобильно, можно не выходя из дома, сделать любые действия. Достаточно удобно, потому что у нас, допустим, крымский регион, у нас нет крупных страховых, такие как РС, госстрах. Поэтому у нас 90%, 80% пользуются люди онлайн-регистрацией. В соцсетях появилась информация о том, что Российский союз автостраховщиков с 1 апреля добавит в информационную систему дополнительную защиту, которая позволит бороться с продажей поддельных полюсов ОСАГО. Представители некоторых страховых компаний опасаются, что в связи с программными изменениями база организации не будет работать почти две недели. Это значит, что ни одна страховая компания с 1 апреля не сможет заключить договор ОСАГО. Водители останутся без полюсов. Некоторые страховщики этих компаний рекомендуют клиентам купить полюсы заранее. А вот сотрудники одной из самарских страховых уверяют, повода для паники нет. Они будут работать в штатном режиме, некоторые перейдут на работу в режиме онлайн. В связи с постановлением президента Владимира Путина. Трудностей не будет, поскольку страхование – это финансовый сектор. Соответственно, все свои функции мы будем выполнять в полном объеме. Мы будем работать в дежурном режиме. Сотрудники же, которые у нас непосредственно сопровождают операцию, обрабатывают, они будут на удаленном рабочем месте присутствовать, обслуживать, и никаких проблем не будет. Российский союз автостраховщиков пытается остановить распространение в стране фальшивых полисов ОСАГО, на которые сегодня, по оценке Союза, приходится около 2% от всего рынка обязательной автогражданки. Но это никак не отразится на работе страховых компаний и РСА. На самом деле эта информация недостоверна, это фейк. Нет такой проблемы, чтобы в течение полумесяца база ОСАГО не работала. Это выдумывают недобросовестные лица, которые занимаются вопросами страхования. Некоторые агенты именно направлены на то, чтобы, учитывая, что возникает особое положение, связанное с коронавирусом, быстро-быстро заставить людей заключать договоры досрочно. В Российском Союзе страховщиков посоветовали не поддаваться панике, полисы ОСАГО смогут оформить все желающие в срок. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Карантин, перетекающий в школьные каникулы, заставляет детей все больше времени проводить в интернете. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, родители должны быть внимательнее к тому, какие сайты посещают дети и в каких группах они состоят. В Самаре зафиксированы случаи интернет-мошенничества, жертвами которых в социальных сетях чаще всего становятся подростки. Обманом путем злоумышленники выясняют персональные данные родителей, номера карты и похищают деньги. Опасность для подростков представляют и закрытые группы. Участников сообществ убеждают участвовать в сомнительных квестах, выполнять опасные задания, доводят детей до депрессии и мысли о суициде. Поэтому психологи советуют больше общаться с детьми, чтобы знать, о чем они думают, а также контролировать количество времени, проведенного за компьютером. Общаться со своими детьми, уделять им внимание, разговаривать с ними. Не обязательно какие-то дорогостоящие аттракционы посещать. Можно просто поговорить, можно просто вместе погулять, заняться каким-то общим делом домашним. Родители, кстати, очень часто боятся говорить вещи прямым языком. Они говорят, интернет это плохо, точка, а сами сидят в интернете. Это неправда. Интернет это полезно, но в интернете есть и опасность. И надо рассказать, какая опасность бывает, как говорят мошенники, что они говорят, что они пишут, как им ответить, чтобы ребенок не боялся в первую очередь обратиться к родителям. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok